Доброго времени суток, уважаемые слушатели дисциплины электротехнического материаловедения для студентов специальности электроэнергетика. Онлайн-курс по данной дисциплине был составлен мной. Меня зовут Драганова Маргарита Анатольевна. Я магистр, старший преподаватель кафедры энергетические системы Тарагандинского технического университета имени Абылкаса Сагина. Последняя в онлайн-курсе лекция номер 6, третья часть. Лекция номер 6 называется «Проводниковые материалы». План лекции. Общие свойства проводников, температурный коэффициент сопротивления, потери, нагрев проводников. Вторая часть – это материалы для проводов, медь, будем рассматривать характеристики этих материалов, медь, алюминий. Также мы рассмотрим материалы для контактов. И последняя часть – материалы с малым температурным коэффициентом сопротивления и материалы для термопар. Продолжим. 6-7 выражения, которое было в прошлой под лекции, можно привести к измеряемым величинам, таким как току И и площади сечения провода С. Когда пересчитаем его на потери в проводе на единицу длины, допустим, 1 метр. Значит, потери мощности равняется И квадрат умножить на ρ делить на квадрат сечения провода С. В зависимости от плотности тока, от плотности тока в проводах, потери могут сильно различаться. Ясно, что при пропускании определенной мощности по линии электропередач, например, для трехфазной линии, мощность равняется, мы знаем эту формулу, 3 напряжения умножить на И. 3у от А умножить на И. Это для трехфазной линии. И чем больше напряжение сети, тем больше мощность при том же значении тока. Поскольку потери определяются именно током, а передаваемая мощность произведением тока на напряжение, то выгоднее переходить на более высокие классы напряжения. И поэтому, переходя на все более высокие классы напряжения, чтобы относительно меньшая доля энергии терялась в проводах. Значит, при переходе на более высокие напряжения ток остается тот же. И поэтому в этом случае меньшая доля энергии теряется в проводах. Однако невозможно бесконечно повышать напряжение. Это понятно, да? Ясно также, что чем больше ток, тем больше мощность. И причем эта зависимость линейная. Однако с ростом тока потери электроэнергии растут квадратично. То есть гораздо сильнее, чем рост передаваемой мощности. Вот такая коллизия. Увеличение площади сечения провода ослабевает проблему. Но с другой стороны происходит увеличение стоимости строительства линий электропередач. Так как стоимость цветного металла проводов достаточно высока значительно. Кроме того, увеличение веса провода влечет за собой, естественно, увеличение массы опор, усложнение монтажа и тому подобное. И в результате приняли компромисс между увеличением потерь и увеличением строительства. Договорились рассчитывать провода линии электропередач на определенную компромиссную плотность тока. Так называемую экономическую плотность тока. И принялись правила устройства электроустановок. ПУЭ – правила устройства электроустановок. Согласно этим правилам, для меди она составляет 2,5 Ампер на миллиметр квадратный. В случае открытых проводов при эксплуатации от 1000 до 3000 часов в год. И снижается, если мы эксплуатируем больше этих, до 5000 в год, она снижается до 1,8 Ампер на миллиметр квадратный. Если мы эксплуатируем свыше 5000 часов в год. Это для меди. Для алюминия все цифры примерно в два раза ниже. Для кабелей все определяется условиями теплоотвода через изоляцию и оболочку кабелей. И правила устройства электроустановок, ПУЭ, в правилах устройства электроустановок, допустимая плотность тока нормируется для каждого вида кабелей отдельно. И, как правило, допустимая плотность тока еще ниже. И вот сейчас мы рассмотрим вопрос материала, какие используются для проводов в характеристике меди, алюминия. Из проводниковых материалов с высокой тепло и электропроводностью самым замечательным материалом было бы серебро, естественно. Его удельное сопротивление при комнатной температуре составляет примерно 1,6 на 10 минус 8 ом на метр, а теплопроводность 418 ватт на метр кельвина. Однако этот материал слишком дорог и редок, поэтому серебро можно использовать только для ответственных контактов, так как оно не только идеальный проводник, но и также оно не окисляется в процессе работы и, следовательно, не ухудшается свойство контакта со временем. Отметим, что другие более привычные проводники, такие как метель, алюминий, все же таки окисляются кислородом воздуха, превращаясь в непроводящие окислы, тем самым ухудшая или даже предотвращая аммический контакт. Для проводов именно их и используют метель и алюминий, потому что по электропроводности их можно поставить на второе и третье место после серебра. На этом мы закончим третью часть шестой лекции. Спасибо за внимание. Ждем четвертую часть. Продолжим в четвертой части.